Рубрика, в которой рассматривается былое величие замков, современное величие замков, а также величие игровых прототипов замков уже здесь. Это изящный стронхолд, у микрофона Роджен, а сегодня на рассмотрении очень необычный замок Винсер 1070. Ну или же Винсер 1070. Погнали! В 1070 году Вильгельм Завоеватель, он же Первый, основал Винсер, самый большой замок Англии, намереваясь тем самым обеспечить защиту Лондона с востока. Бывший вначале простым деревянным фортом замок стал первым звеном в цепи нормандских укреплений вокруг Лондона. Каждый замок цепи отстоял от другого на расстоянии одного дневного перехода. Винсер построен на холме, возвышающемся над Темзой, что типично для замков того времени. На замок нападали лишь дважды. Он был осажден в 1193 и 1215 годах. Причем в 1215 годах это при битве английских баронов, ну то есть наш стронхолд первый, ровно в тот момент, когда он примерно происходил. Этот замок был наиболее стратегически значимым из нормандских укреплений всей цепи. Он находился наиболее близко к реке Темзия и к Винзорскому лесу, который считался королевскими охотничьими угодьями. Сделаю небольшие дополнения. Длина дневного перехода составляла примерно 30 километров. Сама крепость первоначально действительно была деревянной. Но даже в первом упоминании она упоминалась как окруженная камнем. Причем в 1070 году. Даже в 1066 году. Чего не отображено в игре. Начиная с 15 века замок постепенно становился резиденцией и туристическим центром. Были моменты, когда доступ посторонним в замок ограничивали. Но в это же время его улучшали и реставрировали, вообще не жалея средств. Но не настолько радужная история у этого архитектурного сооружения. В 1992 году, 20 ноября, в замке случился большой пожар, который нанес достаточно серьезный ущерб верхнему двору. Можно сказать больше. Даже тушение пожара нанесло ущерб замку. Его реставрировали, но точно ли? В точности реставрировать более одной сотни залов, которые были повреждены пожаром, достаточно тяжело. Даже по фотографиям, если они сохранились и нашлись. Ну и последнее. Я не смог обойти картину Пола Сэндбая 1790 года, а также Гавюру 1658 года, вида птичьего полета. Что у нас имеется в игре? Обычный деревянный замок, который нарисован очень схематично по сравнению с современным. По идее, замок должен был быть огражден хотя бы небольшой каменной стеной. Но этого нет. Например, центральный замок уж точно был огражден. По факту здесь очень сложно ввести сопоставление, потому что игровой замок — это большая фантазия разработчиков, так как документации за 1070 год, увы, не сохранилось. Свою претензию к замку я уже озвучил, поэтому перейдем к защите данного архитектурного сооружения. В армии защиты слишком много лучников. Просто они очень сильно помогают отбиться от атаки. Проще всего защищать центральный замок, а на внешнюю часть — забить. Реальной же жизни такого быть не должно, иначе вы отдаете слишком много средств на уничтожение или разграбление сопернику. А также вы отдаете сопернику позиции. Впрочем, в армии атаки есть только одна катапульта, что очень хорошо. Хоть и можно было бы сделать, например, две. Самое прекрасное, что есть только один мечник. Он как будто главнокомандующий этой армии. Задумка разработчиков здесь очень неплохая, а в 2021 году говорить о балансе, который 20 лет назад даже и продумать не смогли бы, будет странным. Меня напрягают только пикинеры в защите. В 1070 году железная броня и пики — очень странно. Какие будут указания? Идем в ваших приказах, а? Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам, милорд. Мы уже в пути. Какие будут указания? Идем в ваших приказах. Противник пробил брешь в стене! Противник пробил брешь в стене! Иди, пожалуйста! Брат, уже в лучшей танке. С атакой же задумка разработчиков улетает в космос. Я могу взять и сделать себе просто армию пикинёров, зайти в замок и убить лорда, потому что мне никто ничего не сделает, даже волчьи ямы. Ну, я опять же вернулся к балансу игры. Понятное дело, что против такого количества лучников в обороне можно играть только через пикинёров. Но я их делаю специально, не так много, чтобы было честно. Они пробьют дыру, а дальше копейщики и мечник, если он вообще остался там у меня где-то в армии. Инженерам я делаю щиты для зачистки лучников. Ребят, щиты в 1070 году, ага, да. Можно же было не полениться и сделать запреты, например. Но этот замок честно атаковать на самом сложном уровне из-за количества лучников в обороне невозможно. Вас перестреляют при попытке ворваться в центральный замок. Сейчас подсчитаю. Сейчас подсчитаю. Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаю. Корова пошла. Мы постараемся. Мы постараемся. Сейчас подсчитаю. Сейчас подсчитаю. Надеюсь, они любят говядину. Нужен кач. Заканчиваем по строю. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить, милорд. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить, милорд. Что нам делать? Да. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Милорд. Щип готов. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Да. Мы уже в пути. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Какие будут указания? Уже идем. Ждем ваших приказов. Да. Мы идем. А? Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Щип готов. Лучники готовы. Мой лук, милорд. Готов служить вам. Всегда готовы. Щип готов. Перекидем. Лучники, милорд. Вашим услугам. Ваши указания. Пики на плечо. Что нам делать? Щип готов. Какие будут указания? Приготовить стрелы. Не вижу цели, сэр. А вы приказать? Прайсадим их на пике. Ждем ваших приказов. Щип готов. Да. Мой лук. И ждем ваших приказов. Да, сэр. Радостью, сэр. Есть. Сколько на одну пику налезет? Ваши градусы, с днемы. Готов служить вам. Лучники готовы. Элься. Щип готов. Мой лук к вашим услугам. Элься, точнее. Пики на плечо. Они не пройдутся. Каковы приказания, сэр. А? Выступаем. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Есть ваша светлость. Всегда готовы. Мы уже идем. Щип готов. Идея с Винзером хороша, как я уже отметил ранее. Здесь разработчики попытались воспроизвести одну из самых стратегически значимых крепостей, хоть и самую раннюю. Но из-за оплошности с заменой армии, пикинерами и большим числом ручников в обороне, этот замок очень уязвимый. А на этой прекрасной ноте, я думаю, стоит и закончить. Спасибо за просмотр. Не ленись и подпишись на канал. И дай знать, нравится ли тебе этот небольшой экскурс в историю. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok